Томса, по твоему мнению, можно ли мусульманину агалюс-сунна и аль-джама'а молиться в суфийской или шиитами, рядом с суфиями и шиитами, и какие мечети в Чечне ты посещал в пятницу джума? Мусульмане, но из числа агалюс-сунна и аль-джама'а можно молиться вместе с мусульманами. Пока эти люди, каким бы течением они не относились, пока они находятся в лоне ислама, с ними вместе можно совершать молитву. Другой вопрос, если у тебя есть выбор, если у тебя есть, допустим, мечеть, где имамом является хороший праведный брат из числа агалюс-сунна и аль-джама'а, и другая мечеть, где какой-нибудь заблудший суфий руководит, и, соответственно, там собираются в основном суфии, а там собираются мусульмане из числа агалюс-сунна, то, конечно, ты при таком выборе идешь в мечеть агалюс-сунна. Но если у тебя нет такого выбора, и если эти люди в этой мечети, этот имам, если они в исламе, если эти люди не вышедшие из ислама, то с ними молятся. И за имамом суфи молятся, пока он в исламе. Если же он не в исламе, то ты не можешь с ним молиться. Твоя молитва будет недействительна. В разговоре с лордом ты говорил про двух карачаевцев, кого ты имел ввиду? Интересно, ответь, пожалуйста. А два карачаевца, они же были осуждены. Я не помню, какие сроки их имена. Один, по-моему, был Крым-Шамхалов фамилия, второго я уже не вспомню. Они были осуждены по делу о взрывах то ли в Москве, то ли в Волгодонске. Я сейчас вот эту подробность не помню, но это нашумевшая тема. Это единственные два человека, осужденные по вот этим вот взрывам домов. И судебный процесс над ними проходил в закрытом режиме, поэтому мы даже не смогли оценить всю эту доказательную базу, судебный процесс и так далее. Так ведь каждый мусульман считает мусульман из других течений заблудшим. Заблудшим одно дело, а вышедшим из ислама это другое дело. Пока мусульманин является заблудшим, он еще мусульманин. С ним молятся, его исправляют. Но если он уже не мусульманин, то с ним не молятся. То есть не мусульманин не может совершать молитву. Это как бы столпы, пять столповых ислама, они идут поочередно. И первый самый важный столб это шахада и это твой иман, то есть твоя вера. Если у тебя нет веры, если ты в принципе не веруешь, то ты не молишься. То есть дальше ничего из того, что ты делаешь, не принимается. Это все тщетно. Если у человека нет основы, если он не в исламе, то ни намаз, ни его закат, ни его пост, ни его хадж не принимается. Соответственно, если эти люди не мусульмане, то с ними не молятся. Мусульмане с ними не молятся. Хоть внешне они будут там делать что-то похожее на намаз, но если это не мусульмане, то с ними мусульмане не молятся. Как может быть молитву не действительно что-то такое говоришь? почему причем тут имам ты молишься не ему совершенно верно борюсь они ему но ты не можешь молиться за имамом который не является мусульманином в принципе это то же самое что пойти в церковь и встать молиться за священника это так не работает и не имеешь просто на это право твоя молитва не будет принято если ты знаешь тебе известно что он не мусульманин то ты за ним не молишься если же тебе неизвестно ты считаешь что мусульманин то конечно занимаешься но зная имеется ввиду что это не мусульманин за ним молиться не можешь но это все-таки религиозный обряд молитва это обряд узаконенный который ты не можешь от себя ничего внести ты не можешь от себя туда ничего убрать все это 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 то что вот один раз не спосла на и будет до судного дня никак неизменно и ты не можешь этот обряд совершать с тем кто не в твоей религии видел как активисты ада переименовали улицу трошева улицу гилаева как она все таким поступком считаешь ли ты что это риск не заслуживает этого видел конечно я это видео но слушайте глаз это радует в любом случае это нельзя скрыть то что нас это радует когда такое происходит то что это риск да конечно это риск но я надеюсь они предусмотрели все моменты для того чтобы не попасться чтобы на них не вышли как-то предостерегать там вот этого до людей отговаривать я ни в коем случае не буду если кто-то это делает на свой страх и риск то я ему только выражаю респект за это это позиция народа это позиция человека которую он выражает он имеет на это право конечно я рекомендую им быть осторожными заботиться о том чтобы их не идентифицировали я всегда переживаю когда вот выкладываются фотографии например на фоне там мечети с этим листком да и написано адат очень важно чтобы они предусмотрели камеры видеонаблюдения чтобы как-то таким образом на них не выше а так в целом это конечно радует так салам алейкум что скажешь про канал сергея локтин который рассказывает про чеченскую войну и знаешь ли ты канал русского мусульманина кирилл джабраил в инстаграме алейкум ассалам ни того ни другого я не знаю не встречался поэтому ничего не могу сказать не в курсе я единственный знаете одно могу точно сказать я пока еще не встречал ни одного издания или канала человека не из чеченской среды который бы о российской чеченских войнах рассказал бы так как есть у всех бывают какие-то какие-то ошибки какая-то предвзятость в этой истории так как как мы как чеченцы это видели так как мы это оцениваем никто из сторонних наблюдателей правозащитников журналистов никто это так этого не понимает так изнутри как мы это все понимали видели никто этого не видит не знает сожалению там 100 то шел хаджи же был имамом чечни он же кумик кумик был до что знаешь об этом и думаешь ташу хаджи о нем есть разного рода информация кто-то говорит что он был кумиком кто-то говорит что он не был кумиком был чеченцем волоком я не знаю лучше об этом поговорить с историками которые том что ты когда-нибудь задумывался что делает одних людей верными а других предателями в чем причина ведь честный человек предать не может это аргумент тело против духа так задумывался ли я что делает одних людей верными других предателями то конечно постоянно об этом думаю размышляю постоянно приходу каким-то выводом но это наверное объемная такая тема в чем причины но во многом очень наверное много тому причин перечислять их мы будем очень долго там все зависит начинается все наверное с воспитания людей что они видели какие какой пример они видели своих родителях кто им служил примером очень много всего честный человек ведь я придать не может верный человек верный честный человек конечно не может придать вообще достойный человек никогда не придаст